Мы делали на коленках, вот так вот нарезали колбасу. Постоянно в этой операционке, текучке. Часто мне хочется умереть. Ни хрена себе. Ты меня с кем-то перепутал. После того, как вы стали такой доброй компанией, стал носить бронежилет. Да. Всем привет. Те, кто смотрит Франш ТВ уже достаточно давно, знают, что Вадим Бортник, основатель сети сэндвич-баров Фрешлайн, уже не раз появлялся на наших голубых экранах. И каждый раз это было весело и интересно. И этот выпуск мы записывали, на самом деле, полгода. Начали снимать еще в декабре зимой, а закончили вот буквально на днях. И несмотря на то, что когда мы собираемся с Вадиком вместе, невозможно говорить серьезно, мы постоянно шутим и подкалываем друг друга. В этом выпуске, как мне кажется, очень много полезного для предпринимателей, для владельцев бизнеса. В частности, поговорим о такую тему, как создание комфортной атмосферы внутри коллектива. То есть, как сделать жизнь ваших сотрудников более приятной, а их работу на вашу компанию более продуктивной. Поэтому обязательно досмотрите до конца. Еще один момент. Вадим Бортник является специальным гостем на моем авторском курсе франшизы «Рождение легенды», которая стартует уже совсем скоро, в эту субботу. В течение месяца мы будем с участниками из пяти стран создавать франшизы и получать первые заявки на их покупку. Поэтому, если вы давно хотели масштабировать свой бизнес, создать франшизу, то это последний шанс для вас наконец-то сделать это, потому что дальше тянуть некуда. А стартовая стоимость участия в курсе настолько смешная, что я даже не буду называть ее. Переходите на сайт по ссылочке в описании, плюс вот здесь подсказки. Смотрите, участвуйте. До встречи на курсе. И, конечно же, приятного вам просмотра. Ладно, поехали где-то покружим здесь. Вот чисто для создания иллюзии, как будто мы везем к тебе кристалл. То есть, это мы твои водительские навыки сейчас будем. У осины ТС сейчас будет. Да-да-да, вот это все. Ну что, поедем покружим здесь? А это, скажи, вот когда я вышел с машины, ты все эти четыре с половиной года кружил? Ты же только что посмотрел этот ролик, как мы изменились, да? Ну ты вообще практически не изменился. Ты такой же подтянутый, лысый. На самом деле я тебе говорил, да, что ты один из самых частых героев наших выпусков. Мы снимались с тобой какой-то уйму интервью. Вот тот самый ролик 14-го года, где мы с тобой катались на машине и сидели в ресторане. Потом мы снимали с тобой выпуск, где я кидался в тебя сэндвичем. У нас есть с тобой ролик, который никому нельзя показывать, он удален. У нас есть выпуск, где я заставил тебя есть кости куриные. Помнишь? Тогда еще твой канал был не про бизнес, а про юмор. Слушай, ты вот можешь так вот сказать, навскидку, что вот за 4,5 года поменялось во Фрешлайне? У тебя тогда было 17 заведений. Мы за это время стали намного более системными и более клиентоориентированными. Фрешлайн стал про сэндвичи и салаты. Сэндвичи стали горячими, сделали новые IT-решения. В общем, это на самом деле совсем другая компания. Когда у нас было много энергии и энтузиазма, но сейчас у нас уже профессионализм. Мы находимся в заведении. Это одно заведение, которое находится в центре города Киева. У нас тут проблемы. У нас тут сразу начались проблемы, да? Сразу понесли какие-то пакеты. Мы находимся сейчас... Когда пакеты с едой заносят вовнутрь, это хорошо. А когда выносят отсюда, то это уже странно. Вот так, да? Окей, нет. Чувствую домой. Ты мне больше рассказывал лет 5 назад, что у вас хлеб транспортируется в мусорных пакетах. Уже можно наконец-то людям это рассказать? Ты меня с кем-то перепутал. До сих пор это и секрет, да? Ладно, все, хорошо. Давай, давай. Не, ну мы когда начинали, у нас же мы в гараже делали. Ну я тебе честно говорю, мы делали на коленках. Вот так вот нарезали колбасу, где-то там пекли хлеб, а это сейчас мы уже стали... Это серьезный производство. Прям в гараже. Ну то есть у нас в гараже было такое мини-производство. У нас не было своего помещения. И мы там поставили стол и просто нарезали там колбасу, расфасовывали ее по кулечкам и развозили ее там по этим двум заведениям. Ты начинал как Стив Джобс, как Хьюлит Паккер в гараже, но какие разные судьбы, да? У тебя сколько сейчас действующих объектов? 44 или 45. Так вот, я что хотел спросить. До какого количества ресторанов ты был прям постоянно в этой операционке, текучке, а потом вздохнул немножко, пошел на МБИ? Смотри, на самом деле сеть начинается где-то с заведений с 15. Вот если это фастфуд, вот с 15 я стал уже заниматься системой. И после этого мы начали строить с тобой же франчайзинг. Ну, не с тобой франчайзинг, а под твоим чутким руководством. Смотри, вот есть 5 заведений, 6, 6, можно держать своими ручками еще. Ну, то есть ты можешь еще в оперативном управлении. То есть когда у тебя там 5 заведений, ты знаешь каждого сотрудника, ты знаешь каждого администратора, многих гостей. Ты с утра до вечера ездишь по ним, но как только ты открываешь там 7, все, ты про одно из них уже забываешь. И там тебе уже нужно строить систему. Ну, то есть нужно HR строить отдельно. Ну, управляющую компанию. Да, делать управляющую компанию, которая этим занимается. У тебя сколько сейчас человек в управляющей компании? Около 30. Есть такая практика среди владельцев бизнесов, самых разных, не обязательно ресторанных, на регулярной основе работать в своих заведениях. Точках, магазинах. Мы выходим в следующую пятницу всей командой директоров. Ты делаешь это всегда? Я делаю это периодически. Я не могу сказать, что всегда. И это проблема. Мне нужно делать это чаще. И это будет в моем расписании 100% в ближайшее время. Ты напрямую контактируешь в этот момент с клиентом и понимаешь, за что он готов платить, а за что нет. В чем ценность? Ты можешь у него спросить, а что для тебя важно? И ты смотришь, сколько гостей приходят за дешевыми сэндвичами, сколько хотят как можно быстрее получить. Сколько из них реально сами собирают свой бутерброд сэндвич и какие у них возникают при этом проблемы, когда они замирают. Ты же наблюдаешь за гостями. Наблюдение дает очень много полезных вещей. И иногда эти инсайты приходят не в тот момент, когда ты прям стоишь там. Знаешь, если ты понимаешь, что такое интуиция? Интуиция это когда у тебя есть много наработок каких-то, а потом какое-то решение приходит, как бы само собой. Но чтобы оно пришло само собой, тебе нужно быть внутри, внутри процесса. И у тебя начинает лучше, у тебя лучше работает интуиция по поводу своего бизнеса. В тот момент, когда ты стоишь сам там и чувствуешь, как оно устроено. То есть ты рекомендуешь всем это делать? Да, приходите, пожалуйста, куда вас смотреть сюда. Приходите во Фрешлайн, становитесь за прилавок, работайте на кассе, работайте, собирайте сэндвичи. Это вам поможет в жизни, разовьет вашу интуицию. Месяц бесплатных сотрудников во Фрешлайн объявляется акция. Итак, программа СМАК с Вадимом Бортником. Программа СМАК с Вадимом Бортником надевает перчатки. Так, я понял. Всегда в перчатках, да? Всегда в перчатках. Всегда в перчатках. Не показушно, да? Нет. Не, ну мы же будем брать еду руками. Смотри, ты какой хлеб будешь? Белый, давай темный. Давай темный, давай вкусный. Темный хлеб. Так. Значит, сегодня суббота, утро, самое время приготовить нам вкусный завтрак. Вот так, смотри, разрезаем. Теперь смотри, этот можем убрать. Так, убираем. Рецепт вкусного сэндвича от Вадима Бортника, давай. Рецепт. Сделай самый-самый свой любимый. Его надо разрезать для начала. Вот так аккуратно, но чтобы не перерезать до конца. Давай, покажем класс. Режь. А. Ты лучше положить его. Так. Да, отлично. Только не перережь полностью. Понял, понял. Здесь до конца, да? А здесь вот до серединочки. Опа. Все, класс. Теперь смотри, я мажу себе плавленым сыром. С одной стороны плавленый сыр. А давай так, ты человек у нас, которому есть еще куда расти, мне уже расти дальше некуда. Мне наоборот, нужно расти вниз, худеть. Что мне намазать, чтобы похудеть? Намажь тебе салат. Намажь тебе салат. Где коробка для сан-салата? Вот смотри, вот сюда вот овощи сложишь, и будешь... Нет, ну слушай, давай все-таки сэндвич. Хорошо, это сэндвич. Тогда я считаю, что тебе надо на творожной основе. Вот я с другой стороны намажу со специями. Я себе другую сторону намажу вот таким тоже. А я могу мазать? Ну, можешь, да. Смотри, у тебя есть допуск? Ты сдал экзамен? Или ты еще на стажировке? Ага, давай. Значит, я творожная масса. А что она зеленая такая? Она давно лежит. Ты свежая? Ну что ты? Со зеленью. Что ты делаешь? Чесночок. Чесночок. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Не надо было шаурму, покупать и есть. У меня есть один враг в нашей стране, это шаурма. Серьезно? Да, я считаю, что весь мир должен бороться с шаурмой. Давайте открывать движение, фронт новый. Вооружим тебя против шаурмой. Хорошо, клади себе курицы, я кладу себе копченую курицу, ты как хочешь. У нас бытует мнение, вот я общался, например, с бывшим гендиректором Uber, у нас в стране важна цена, это фактор номер один, правильно я понимаю? Это действительно... Массово, да? Вот если взять... Смотри, просто если сравнивать с иностранным... Будешь огурец? Давай. Спасибо. И с этим нужно бороться или нужно наоборот туда идти? Смотри, просто мы должны понимать, что 70-80% рынка в зависимости от отрасли лежит в сегменте низкой цены. Да, и что это означает? Это означает, что лидерами на рынке будут компании, которые смогут быть эффективны в экономии сдержек. То есть, это те компании, которые... дискаунтеры, которые смогут сделать... дать тебе самую низкую цену. Для этого нужно быть самым эффективным, самым экономным. И на самом деле это не совсем про фрешлайн, потому что во фрешлайне ты сам собираешь, все-таки это больше про сервис. Но, тем не менее, нам удается сохранять очень конкурентоспособные цены. Например, почему фрешлайн эффективен? Какие у тебя были точки повышения эффективности? Смотри, точка повышения эффективности минимальные трудозатраты при сборе вот здесь, на торговой точке. Опять же, за счет того, что мы централизовали производство, и здесь нет на месте повара, здесь нет на месте... То есть, еда, легендарная курочка приезжает уже фасованная в... В легендарном пакете? Да, и точно... Да, в легендарном пакете, да. На тебе щавеля. Чтобы ты наконец-то уже успокоился, да? Успокойся, успокойся. Есть, например, такая история, вот, к примеру, во фрешлайне может работать одновременно 2 сотрудника, а может 10. В зависимости от потока и в зависимости от количества людей, которые к нам приходят, мы выводим ровно столько людей на смену, сколько нужно. И это одна из точек повышения эффективности. За счет того, что все сотрудники универсальны, и каждый сотрудник может быть и кассиром, и собирать сэндвичи, и подготавливать продукцию, и заниматься чистотой в заведении. То есть мы можем вывести ровно то количество людей, которые нужны. Хочешь тебе кунжутик оттуда сыпану? Давай. Кунжутик, это прикольно. Я никогда не пробовал. Люблю делать репортажи, интервью в ресторанах, потому что можно пожрать на халяву, да? На халяву пожрать. Так, готовь наш сэндвич, как кунжут? А где у нас паприк? Вот я думаю, с паприком будет вкусно. Паприк это фитнес-соус. Да, нет, он на майонезной основе. А есть что-то не на майонезной основе? Есть, конечно. Но есть томатные соусы, есть и... Ты копнул туда. Возьми вот этот, он с ним будет... Хорошо, давай. Ну, нормально, кстати, все закрылось. Ну, это у тебя. А я, как обычно, себе... А теперь возьми бумагу, два листика. Зачем ты его трамбуешь? Не надо. Возьми бумагу. Так. И заворачивай. Это тебе. Так, научи, напомни, как это правильно делать. А ты же имеешь. Заворачиваешь и швыряешь. По диагонали. Я вызов принимаю. Мы, кстати, сейчас находимся под неусыпным взором вот этой камеры. Служба безопасности, да. Служба безопасности, сейчас не понимаешь, что происходит. Не, ну не сейчас, она как бы ретроспективно смотрит. Это же не должен у меня... Не онлайн, да? Не, ну как смысл смотреть онлайн. В течение недели мы просматриваем штуки, сверяем количество чеков выбитой с приготовленной продукции, соблюдение стандарта, вот что ты в перчатках, например, что ты в шапочке. И такие всякие стандарты. У нас на самом деле несколько человек в месяц, несмотря на то, что все знают, что мы смотрим камеры, например, как бы новые сотрудники все равно приходят и пытаются там какие-то махинации делать. Воровать. Да, назовем это так. И это важный элемент, ну то есть как бы то, что это происходит. Ну и плюс очень много всяких фановых видео, всяких рожачных моментов, когда люди там танцуют на смене, когда там кто-то боксирует. С кем? С тенью. Убой с тенью. Да, да, да. А вы, кстати, на наркотики проверяете, когда людей принимаете на работу? Ну проверяем, как бы, но на должность, начиная с должности управляющего. Смотри, у меня все сотрудники центрального офиса и управляющие ресторанов проходят тестирование психологическое с полиграфом. Оно на предмет каких-то долгов, хищений, употребления алкоголя, каких-то ситуаций, судимости, криминальных связей в криминальном мире. Ну то есть такие вещи, которые несут опасность для наших гостей и для компании. Мы обязательно проверяем, особенно, когда ты доверяешь заведение человеку, ну как бы, управляющему, то это очень важный момент. Да, такой порядок при устройстве на работу и один раз в год. То есть регулярно? это 2-3 часа времени. А что он спрашивает? Смотри, мы никогда не задаем никаких вопросов по поводу личных вопросов. То есть ключевые вопросы это алкоголь, наркотики, игромания, связи в криминальном мире. Ну что было? Вот что вы являли с помощью полиграфа? Ну без имен, но... Ну смотри, выявляли многократно, выявляли хищение, выявляли употребление наркотиков систематически, употребляли алкоголизм во время полиграфа. Ты стихи написал? Тестики? А что это за тест? Один из психологических тестов. Сейчас вам будет предложен ряд утверждений, с которым вы должны либо согласиться, плюсик поставить, либо не согласиться. Правильно? То есть дальше ты читаешь. Бывает, что я сержусь. Бывали случаи, что я не сдерживал обещания. Я мало устаю, я легко плачу. Да, да. Самое главное, интересное... Кстати, история, да. Тут же есть шкала лжи. То есть если человек пытается пройти этот тест с обманом, то тест это выявляет. Например, вопрос были ли случаи, когда я не сдерживал обещания, похоже, это один из тех вопросов, на которые ты ответишь нет, всегда сдерживал. Но, да, то самое главное, некоторые вопросы повторяются, да, в разном формате. Ты можешь на ней уже здесь попасться на лжи. То есть это, по сути, письменный полиграф, можно сказать. Мне хотелось бы быть членом нескольких кружков или обществ. У вас кружки здесь есть? Серьезно? Что вы здесь, макраме или что это? Смотри, у нас в Харьерке есть клуб развития. У нас есть там курсы английского языка для трех уровней. Есть йога, есть лидерский форум, где я обучаю сотрудников, как оказывать влияние на людей и быть лидером. И мы сейчас запускаем TRX и просмотр фильмов у нас есть. Просмотр, разбор фильмов по нашим ценностям. То есть у нас есть внутренние ценности. Мы подбираем такие фильмы, которые помогают ребятам разобраться, что такое взаимоуважение, результативность, лидерство, порядочность, развитие и так далее. В принципе, все, что ты сказал, можно порно показывать. Там есть и то, и другое, и третье. Ну, порно мы скоро в доминации, там, это самое, подчинение. Если сотрудники, если еще кризис кадров увеличится, то начнем уже и порно показывать. А может даже и снимать начнем уже. Часто мне хочется умереть. Ни хрена себе. То есть этот ни один вопрос не несет специальный знай, то есть ты не отвечаешь сколько там процентов жила в масле. Не часто, а каждое утро. То есть суицидальников не берете? Не, ну смотри, есть как бы, не то, что не берем, есть просто люди с высокой степенью психопатизации. То есть, например, если ты ищешь себе няню, то желательно не брать себе няню, которая на вопрос, я часто хочу умереть, отвечает. А давай о психологическом климате в коллективе. Коллектив большой у вас, и в принципе, несмотря на то, что он разделен разные рестораны, но вы периодически собираетесь как-то вместе, и вообще, как управлять комфортом в коллективе, или наоборот, не нужен этот комфорт, может наоборот, нужно в тонусе постоянно всех держать, я тебя уволю, если что. Ты знаешь, я расскажу про две вещи, два открытия для меня. Одно открытие, это Q12, есть такой тест, оказывается, есть 12 вопросов, на которые, если сотрудник отвечает утвердительно, то он вовлечен в работу. И это всего, на самом деле, всего 12 вопросов. Это как бы очень важно, это проводила одна, я не буду сейчас говорить название, я не помню название компании, которая проводила огромное, больше миллиона там опрошенных, и задавала там десятки тысяч вопросов, и потом определяла, какой вопрос влияет на что. Оказалось, что на вовлеченный сотрудник влияет всего 12 вопросов. Это важно. Мы сейчас распечатаем, я тебе просто покажу эти Q12, прочитаю. Это очень важная штука для любого рукава. Давай погуглим или в гугле нет? Давай найдем, да. Знаете ли вы, что ожидает от вас работодатель? понятно лишь, что от меня ждут на работе. Это очень важный вопрос. Мы когда сделали стандартизацию, ребята теперь понимают, что мы от них ждем. А до этого, знаешь, ты приходишь на работу, у тебя куча обязанностей, но они не формализованы. Для человека это напряг. И это влияет на то, что он начинает, ну, менее вовлечен в работу. Имейте ли вы возможность ежедневно делать на своей работе то, что делаете лучше всего? Тоже важный момент. То есть, подбирать, человек вовлечен в тот момент, когда он кайфует от своей работы, когда он делает что-то лучше. То есть, вот, если я классно делаю там что-то, не знаю, не будет нравиться, и да, то он более вовлечен. Получали вы за последние 7 дней одобрения или похвоза хорошо выполнено? Важнейший вопрос. Очень сильно влияет. Потому что людям действительно нужна поддержка. Ну, то есть, ты классно снимаешь, и ты, вы классные зрители. Вы классно ставите лайки, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик. Очень классно колокольчик включает. Хорошо. Кто-нибудь на вашей работе способствует вашему профессиональному развитию? То есть, занимается ли твой руководитель твоим ростом? И для этого мы ввели, например, встречу 1 раз в 3 месяца one on one руководитель с сотрудником, где они делают оценку полностью по всем требованиям, по культуре. И после этого определяют зону роста. То есть, например, чтобы ты вырос, нужно прочитать такую-то книжку, какие-то дополнительные там знания, какие-то курсы. Просто грузит его еще больше. И вопрос личностного роста. Если твоим ростом кто-то занимается, либо ты пришел на работу, всем на тебя наплевать. Если всем на тебя наплевать, то ты менее вовлечен. Если тебя растит твой управляющий, то это тебе помогает быть вовлеченным. Вызывает ли у вас миссия и стратегия вашей компании чувство значимости выполняемой работы? То есть, это вообще, если она есть. Не в этом вопрос. Просто ты чувствуешь, что то, что ты делаешь в этом мире, что это что-то важное для других людей. Например, экономишь время. То есть, тебе приходят не просто сожрать сэндвич, а приходят кайфануть от этого вкуса и сэкономить свои 10-15 минут. Если для тебя ты это понял и это тебе дает важность в твоей работе. Например, если пекарь, человек, который печет хлеб, он может просто делать свою механическую. Знаешь, вот это известная притча, когда мудрец увидел трех людей, которые тащили камни. А он подошел к одному и этот человек спрашивает, что ты делаешь? Он говорит, ты не видишь, я тебе ищу тяжеленный камень. Второй говорит, что ты делаешь? Он говорит, я работаю, чтобы прокормить свою семью. Это уже другой совсем уровень. И третий, он спросил, что ты делаешь? Он говорит, я строю храм для моего бога и это как бы, ну, я делаю большое дело. И на самом деле это три человека тащили одинаково тяжелые камни, но камни для них по весу были совсем разные. А вот вопрос, который мне тоже интересует, интересно твое мнение по этому поводу. Вопрос такой, есть ли у вас на работе настоящий друг? Должны быть дружеские отношения? это не вопрос, не вопрос должны или нет. Просто было определено, что если у человека на работе есть друг, значит он лучше работает. И именно для этих целей проводятся все мероприятия, там, корпоративные, неформальные, для того, чтобы люди на работе были не только формально друг с другом связаны, но и неформально. Тогда они работают лучше. Текучесть у нас была, это для меня новый показатель, как для меня стал KPI, да, и я начал в нем разбираться, он был 38% по региону, по киевскому сейчас идет речь. То есть 4 из 10 человек меняли работу, сколько? в течение месяца. Мы не могли получить классный сервис, потому что мы обучали человека, и как только он всему научился, он уходил или что-то, мы начали разбираться, в чем дело, и Q12 там очень помогло с этим, и мы начали понимать, что не хватает похвалы, мы начали акцентировать внимание на том, что в Q12 срезе у нас было на самом низшем уровне для управляющих, они начали, прежде всего это был самый причем момент, похвала, то есть мы даже не думали про то, что наши управляющие не хвалят своих сотрудников, неизмоняя то, что мы как бы хвальному похвалу используем всегда, Вадим Михайлович, прекрасный руководитель, но наши управляющие не использовали, и вот как только мы внесли в обязательный, там даже в чек-лист управляющего внес похвалить своих сотрудников, на сегодняшний день, по последнему месяц, за апрель, текучесть составила 10,2%, вот 34 раза практически, да, уволилось только 6 человек всего лишь за предыдущий месяц, больше того, как только мы снизили текучесть, у нас сразу пошел вниз количество негативных отзывов по планшету, то есть у нас люди начали дольше оставаться, они лучше знают стандарты, они лучше знают, как обращаться с гостями, как вести себя с гостями, чтобы они оставались довольными, а это для нас конечный ценный продукт, и в итоге мы получили там планшет, тоже динамики, который уменьшается, и когда была текучесть, 38% негативных отзывов, было 8% по сети, это очень большое, сейчас по апрелю месяцу 3,85%. Круто. Так, ты после того, как вы стали такой доброй компанией, стал носить бронежилет? Да, бронежилет, разгрузка, да, 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 потому что конкуренты все время делисуются, как это удается. Здесь паспорта сотрудника, всех личные данные, кто когда-то украл педажок в школьной столовой. Пошли планшет посмотрим. Пойдем. Мы его уже снимали, но... Как снимали? Когда-то давно. А вот этот пропавший у нас планшет, это вы сняли? Так, а что это вы тут? Это летняя площадка. Летняя площадка прямо на месте. Я долго искал возможности оцифровать сервис, что для меня самое главное? Чтобы ты как гость уходил отсюда довольный. Поэтому мне нужно оцифровать твое удовольствие. Когда я повесил этот планшет, очень много гостей оставляют тут оценки. Я задаю 4 вопроса нашим гостям. Вкусно, быстро, чисто и дружелюбно. Это вот 4 вопроса, на которые ты можешь поставить смайлик. Я на самом деле, после этого ты можешь оставить свой номер телефона 067-300... Какой твой номер? 691. 097-691. Тебе позвонят, да, и спросят, почему ты оставил такой хороший отзыв. И можешь записать видео, кстати, если хочешь. Всем привет. Всем привет. Мы вот снимаем. Да, нам очень понравилось. Не ставьте... Смотрите, в следующий раз, когда вы будете играться с этим планшетом, никогда не ставьте желтые и красные смайлики, потому что они влияют на зарплату и на кипятствах сотрудников этого заведения. Для них это самое главное, чтобы вы не поставили красный и желтый смайлик. Все понравилось. Очень вкусно. Мы почти не отравились. Мы сейчас печатаем, на всех точках будут плакаты с моим фото и с предложением. Я, конечно, занялся культом личности. Культом личности нет. Но предложением оставить не на прямую мне отзывы. Не, ну это правильно. Слушай, а как часто делают вот так? А вот ни на что не повлияло. Упс, повлияло. На самом деле, мы меряем, меряем такую штуку, если он выключен, если планшет выключен. Если планшет выключен, показатели, точки не считаются. То есть мы меряем, сколько времени он на связи находится. Я переживать уже начал. Там все нормально будет? Управляющий будет звонить. Управляющий будет ждать тебя под подъездом дома. По телефону выяснят, да? Писать сексуальные письма делаю. Как хорошо, что я не живу в подъезде. Да, это стандартный фрешлайн, кстати. Мы эту книгу писали, она все время обновляется. Мы ее писали полтора года. Даже мы здесь на какой-то процент небольшой поучаствовали. Да, поучаствовали вы 100%. И здесь описана вся работа сотрудника, управляющего. Она на самом деле смотрится очень громоздко. Мы специально сделали ее в папку сшили, чтобы попугать твоих зрителей. Но на самом деле здесь идет описание, как нужно убирать, как готовить хлеб, как работать с сотрудниками. Здесь все инструкции, положения, то, которые помогают сделать управление рестораном простым и понятным. Можно? Да. Принцип Штирлица. Вот, друзья. Вспомните фильм «17 мгновений весны». Тот момент, когда Штирлиц рассуждает на тему человеческой памяти. В стандартах бизнеса написано это. Он утверждает, что человек чаще всего из беседы запоминает первое и последнее. К примеру. Да и концовку. Сейчас все запомнят. Только ты начал читать и закончил. Вот фразы. У нас есть множество холодных напитков. Облепиховый лимонад. Бла-бла-бла. Малиновый лимонад. Облепиховый лимонад. Ну, то есть человек запомнит, если ты перечислишь 20. Мы три раза сказали про лимонад. А, облепиховый, облепиховый. То есть мы ему впариваем облепиховый лимонад, да? Кивок с Салливана. Этот психологический прием заключается в следующем. Рекомендуя блюда и напитки, кивайте головой. Это очень работающая штука. Ты когда... Вот ты когда... Купите, пожалуйста, франшизу Фрэшлай. Очень сильно надо. Нет, это действительно... То есть это действительно работает, поддерживающий кивок. И такие... Это, опять же, наш опыт. У нас... Сколько у нас получается? 15. 15 дополнительных методов, которые позволяют расширить, сделать продажи более эффективными. Ты долгое время не продал франшизу, говорил о том, что занимаетесь качеством. Сегодня мы много говорили о том, что поменялось в связи с этими действиями. Ты прошел MBA, вы внедрили Q12 и много других вещей. А сейчас франшиза уже... Смотри, мы открыли в этом году три новых фрэшлайна и еще у нас две франшизы уже как бы проданы. Сейчас подбираем... Какие условия? То есть что нужно... Смотри, открыть фрэшлайн стоит от 15 мини, мини формат до... Формат классический там 20-35 тысяч долларов. Открыть одну точку. И окупаемость где-то полтора-два с половиной года полностью. Мы под ключ делаем дизайн-проект, обучаем всему. Выезжает команда запуска, даем все инструкции, адаптируем. Но мы планируем в этом году от 8 до 12 франшиз торговых точках по франчайзингу открыть. Мы на самом деле... Франчизи больше зарабатывают, чем вот здесь вот. Смотри, есть такие торговые точки, которые приносят больше 5 тысяч долларов в месяц. Чисто в месяц? Есть и такие, да, да, да. Круто. Пока только Украина, да? Пока только Украина. Вот сейчас ребята из Киргизии скоро приезжают на обучение. Вместе с ними открываем тестовую пилотную точку. Хорошо. Что в Киргизии вы поменяли в меню? Смотри, мы еще в Киргизии только приезжают обучаться. Ну, конечно, там будет больше горячего мяса. Плова. Сэндвич-плова. Сэндвич-плова. Давай, что можно сделать специального для зрителей нашего канала в плане франшизы? Может быть, какой-то дополнительный бонус? Приятный бонус. Ну, например, скидка, например, там, 2000 долларов на паушальный взнос. 2000 баксов? Ни хрена себе. 2000 баксов. Либо, если человек не готов купить, будет франшизу, то, ну, значит, давай сделаем персональную встречу со мной, например, консультацию по его бизнесу или по подбору франшизы. Допустим, там, часовую консультацию. По скайпу выйдем и... А о чем бы тебе интересно было почитать в комментариях? Вот, например, какой бы хотели... Какой... С чем бы сэндвич... Оригинальный. Да. Какой... Какой-то, да, там... А что не безумие? С песком, да, там... Ну, с полом хотя бы. Сэндвич с песком вы можете съесть и так в точках франшизы, которые не соблюдают стандарты. Все, спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok